Банкир ТВ И вначале о главных экономических новостях. Из наиболее значимых новостей сегодня можно выделить в публикацию в Великобритании данных по рынку труда, включающих в себя количество заявлений на получение пособий по безработице, динамику заявок на трудоустройство, изменение числа занятых, уровень безработицы в стране, предыдущий показатель был 5,6%, а также изменение уровня среднего заработка и недельной оплаты труда. Кроме того, сегодня же пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции и состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. Другими весьма важными показателями станут канадский отчет по объему производственных поставок и объему операций с иностранными ценными бумагами за июль, а также динамика индексов потребительских цен за август в США. Кроме того, еврозона в ходе сегодняшних торгов опубликует индексы потребительских цен за август и изменение уровня себестоимости рабочей силы за второй квартал. А в американской статистике среды будут представлены июльская динамика объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, индекс ипотечного кредитования за сентябрь, сентябрьский индекс по рынку жилья, а также данные по объемам запасов бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики США. На азиатской сессии пара евро-доллар открылась с отметки 1,1269, проделав попытку восходящего движения до уровня 1,1297, цена откатилась к уровню открытия под давлением продавцов. Инвесторы сосредоточены на предстоящем завтра заявлении ФРС, поддерживая доллар, несмотря на слабую статистику, опубликованную вчера, тем самым продолжая нисходящий тренд, сформированный в понедельник текущей недели. Мы ожидаем дальнейшие попытки продавцов пробить уровни поддержки 1,1255 и 1,1230 с возможной коррекцией до уровня 1,1285. Британский фунт показывает неуверенное боковое движение в узком ценовом диапазоне 1,5341-1,5355. В ожидании публикации статистики из Великобритании в 11.30 по московскому времени, инвесторы, вероятно, предпочтут выжидательную позицию с вероятной попыткой продавцов пары фунт-доллар завладеть инициативой. Если релиз окажется хуже прогноза, то мы ожидаем проверку уровня поддержки 1,5169 и далее 1,5148. Цена на тройскую унцию золота выросла во время азиатских торгов с 1,105 долларов до 1,108. За день до соседания ФРС по процентной ставке такая тенденция поддерживается покупателями. При дальнейшем восходящем движении цены следующий уровень сопротивления будет проверен у отметки 1,112 долларов. И в случае его преодоления цена драгметалла продолжит восхождение к уровню 1,124 доллара. Серебро в корреляции с золотом поддерживает восходящую динамику, драйвером которой является ожидание процентной ставки США. Вероятен дальнейший рост пары до уровня сопротивления 14,83 доллара и далее к отметке 15,50 доллара. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.